Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем проводить уроки русского языка и поговорим о задании 23. Но для начала снова вспомним, как ставится ударение в некоторых словах. Поставьте ударение. Проверим себя. Осведомится. Перезвонит. Начавший. Согнутый. Сорит. Черпать. Красивее. Запомнить, как ставится ударение в данных словах. Итак, задание 23. Звучит оно следующим образом. Какие из перечисленных утверждений являются верными или ошибочными? Обратите внимание, когда вы читаете задание. Иногда бывает слово верными, а иногда ошибочными. Что же нужно вспомнить для того, чтобы правильно выполнить это задание? Сегодня мы с вами повторим типы речи, повествования, описания, рассуждения, а также рассмотрим некоторые логические связи между предложениями, какие они бывают. Что же я вам советую? Во-первых, внимательно прочитать задание. Потому что если вы невнимательно это сделаете, то вы можете допустить ошибки. Второе. Обратите внимание, что написано в задании. Бывает, встречается два глагола. Содержится и представлено. Содержится – это значит элементы, но не во всем участке текста или предложения. А представлено – это значит целиком и полностью. Какие типы речи, ребята, вы знаете? Посмотрите и проверьте себя. Что у нас, о чем говорится, в каком типе речи, когда идет какое-то действие, описывается событие, и текст или предложение отвечает на вопрос «что произошло?». Конечно же, это повествование. Давайте запишем. Повествование. В тексте повествований всегда бывает череда событий, и очень часто используются, по большей части, конечно же, глаголы. Что произошло? Зачем произошло? Если вы вспомните прием фотографирования, который мы изучали в пятом классе, то это будет обязательно несколько фотографий. В каком тексте описывается место, предмет, состояние? И вопрос, какой будет ключевой? Конечно же, это будет в предложениях или в текстах типа «описание». А какие части речи, ребята, очень часто и в большей степени используются в описании? Конечно же, там много будет существительных, прилагательных. И если мы говорим о фотографии, то как раз-таки здесь все поместится на одной фотографии. А где же мы будем объяснять, размышлять и задавать какие-то проблемные вопросы? Конечно же, это тип текста какой, ребята? Рассуждения. В типе текста рассуждения очень часто бывает какой-то тезис, который нужно... То есть тезис – это утверждение, которое нужно доказать. Примеры, аргументы, доказательства. И после этого следует какой-то вывод. Но в 23-м задании мы не анализируем полностью текст. Мы читаем предложения. То есть могут быть элементы рассуждения. То есть вам нужно будет уловить как раз-таки, что будет в тексте. О чем-то повествоваться. Будет череда событий. Или будет описываться какой-то предмет лицом. Или природное состояние. Или все-таки будет какое-то размышление. Какие логические связи могут быть между предложениями? Ребята, это причина, следствие, пояснение, уточнение, дополнение, противопоставление, опровержение и другие. Что нам может помочь понять, есть ли та же самая причина или следствие? Иногда такими словами-кальками выступают союзы. Или предлоги, или частицы, местоимения, наречия, вводные слова. Если мы хотим указать причину, то мы используем соответствующий союз. Потому что. Или цель, допустим, да, чтобы было так-то, например. Поэтому обратите внимание на эти слова. Итак, задание выглядит следующим образом. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. Обратите внимание, что, как и во многих заданиях ЕГЭ, мы не знаем количество правильных ответов. Поэтому нужно будет внимательно прочитать предложения для каждого задания и внимательно посмотреть, что же от вас требуется. Во-первых, нужно найти ошибку. И когда вы решаете это задание, ставьте себе плюсы и минусы. Правильно, неправильно. Это утверждение верное, неверное. И тогда вы не забудете и все перенесете в бланки ответов правильно. Рассмотрим следующее предложение. Задание такое. В предложениях 6-9 представлено описание. Напомню, что нам нужно найти ошибочные утверждения. А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались и не за отметки или проценты, а за честь написать письмо попанинцам или именовываться Чкаловским за право побывать на открытие нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей. И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь Челюскинском, потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку я получил плохо, не выучив стихотворение. Итак, ребята, утверждается, что перед нами описание. Подумайте, согласны ли вы с этим утверждением? Есть ли здесь много прилагательных? Описывается ли какое-то место, состояние, чувство? Или что же все-таки здесь есть? Вот все-таки, ребята, мне кажется, это и есть ошибка, потому что есть череда каких-то событий, действий. Посмотрите, что мы сначала делали? Играли. Что мы еще делали? Соревновались. Что мы еще делали? Вот он, герой горевал, он не долетел, он очень переживал и что-то все время делал. Это можно поместить на нескольких фотографиях, это будут повествования. Значит, это не ошибочное выражение. Следующее. В предложениях 16-17 содержится повествование. А мы и не знали, что за порогом нашего класса дежурила война. Мы были молоды, а незнания о молодости восполняются верой в собственное бессмертие. Ребята, будет ли это повествование или все-таки будет относиться к другому типу речи? Подумайте. Что делает автор этих строк? Скорее, ребята, он здесь описывает свои переживания, рассуждает, размышляет, что с ними было, какими они были. Но это не повествование, это ошибочное утверждение. Следующий пример. В предложениях 28-31 содержится рассуждение. Между вами, вчерашними, и ими, сегодняшними, лежит не просто поколение. Мы твердо знали, что будет война, а они убеждены, что ее не будет. И это прекрасно. Они свободнее нас. Жаль только, что свобода – это порой оборачивается безмятежность. Что вы почувствовали в этих строчках? Конечно же, автор этих строк рассуждает, размышляет. И действительно, это утверждение верное, но оно нам не подходит. Мы с вами ищем ошибочные. В предложениях 34-35 представлено повествование. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об армии, авиации и флоте. Мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало. Ребята, это повествование? Ну, скорее, здесь автор строк как раз-таки размышляет, рассуждает, мысли свои нам высказывает. И это будет рассуждение, но не повествование. В предложениях 50 и 52 представлено рассуждение, верно ли оно. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить, что зреет он немедленно, незримо наливая силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем. Сполохи, которого еще долго светит грядущим поколением. Подумайте, это рассуждение? Да, ребята, это рассуждение. Автор снова продолжает свое размышление на актуальную тему. Выполним еще следующие задания и посмотрим, что же от нас требуется. Нужно будет указать номера ответов, которые являются верными. В предложениях 10-13 содержится повествование. «И вот, помню, случился очередной Новый год. Мы с женою глубоко за полночь выложили огромный мешок подарков под елку, легли спать, и в предвкушении нет же большой радости, как увидеть счастье своего ребенка. Утром часов в девять смотрим, он выползает из своей комнаты». Ребята, посмотрите, это повествование? Есть ли очередность действий? Конечно, есть. Вот он помнит, что случился Новый год. Вот они выложили подарки под елку. Потом они легли спать. А затем что они сделали утром? Увидели, как выползает их ребенок из комнатки. В предложении 14 содержится элемент описания. «Вид сосредоточенный, лоб нахмурен». Может, Дед Мороз забыл зайти? Обратите внимание, содержится элемент описания. Это значит, что это утверждение будет верное, потому что мы описание видим в начале предложения. «Вид сосредоточенный, лоб нахмурен». Ребята, для того, чтобы выполнить правильно задание 23, вам нужно помнить про типы речи и про логические связи, проанализировать предложение, внимательно на него посмотреть, что автор делает этих строк, рассуждает, описывает или что-то рассказывает и сделать вывод. Успехов вам!